Здравствуйте друзья! Сразу признаюсь, я вас немножко обманул, ну, наверное, сами понимаете, что тест вот этого на деревях, и это издевательство над собой, над вами. Просто хочу так пару слов. Вот такой своей новой игрушки. Кабар. Скелетон. Кабар. Ну, хоть написано Made in China, но это нож, который куплен в американском магазине. То есть, это производится официально фирмой Кабар в Китае. Ножчик ничего не весит, на самом деле. Скелетон очень легенький, очень классненький. Но, знаете, есть такие вот какие-то странные вещи, которые уже не ожидаешь от американского ножа, по-сказочному, дешево. Но я считаю, что если вы солидная фирма, не важно, сколько стоит ваш нож, он должен быть качественный. Ну, понятно, что будут дешевые материалы, там, никаких премиум стали, никаких серьезных, каких-то там, не знаю, G10 на рукояти. Это все будет просто, но это должно быть качественно. Что мы имеем здесь? Ну, первое. Ну, вот сейчас, да, вот сейчас нож можно трясти, сколько хочешь, он не выпадет. Здесь сделано единственное крепление, это вот так. То есть, иначе нож носить, кроме как на шее, не предполагается. При этом, то, что нож не выпадает, это всецело моя заслуга. Хоть у меня нет фена, просто нагрел над огнем, видите, немножечко сжал это дело. Даже не стал облагораживать, чтобы вот это все вот такое вот рифленое, все-таки ножечек держало получше. То есть, теперь нож не выпадает. Как только я его купил, вот таких два движения, для одного такой резкий нож вылетал. Второе. Ну, естественно, когда у тебя скелетная рукоять, возникает желание ее апгрейдить как-то, кастомизировать, да. Ну, и самый простой вариант кастомизации, это обмотать все это дело паракордом. Ну, можно тупо вот так обмотать, да, рядышком. А можно это сделать так более-менее красиво, когда сначала вот так вот обматывается одна сторона, потом вторая, ну, понимаете. Вот так, вот так, потом вот так, вот так. Вот эти вот отверстия, они прямо, ну, предназначены для того, чтобы на них просунуть паракорд, здесь на узел закрепить, и вот так начать обматывать, и вот здесь закончить. Однако, господа, хрен вам. Отверстие настолько маленькое, что при попытке просунуть паракорд, видите, он начинает вот так вот рваться оплетка. То есть паракорд сюда, ну, не влазит, ну, никак. Какой-нибудь там микропаракорд, еще что-нибудь, там, кожаный шнурочек влезет. Ну, по мне так, если вы известны фирмы Кабар, которые завязаны на военных, на выживании, на всем остальном, вы должны знать такое слово паракорд. Естественно, делать не вот такие непонятные дырки, а отверстия под паракорд. Ну, мне кажется, уже стандарт, как расположение ножных отверстий под теклок. Вот это вот странная такая, непонятная. Ерундовина, почему так? Вот это вот место тоже, да, вот, ну, настолько вот уже, конечно, не солидно смотрится, но могли бы хотя бы чуть-чуть в сторонку перенести, чтобы, ну, хоть чуть-чуть еще металла было. Понятно, что с ним ничего не будет, но... Ну, за то, что мне понравилось, нож сразу пришел обалденно острый. То есть я как раз делал какую-то мульку паракорду, вот так вот только раз. Вот, видите, насколько он хорошо, нож режет это все дело. Ножчик остренький. Это тут не отнять. Ножчик у меня живет в сумочке теперь. Желание оплести нож паракордом рукоять я переборол, потому что это именно в таком варианте. Очень маленький, очень тоненький, он мне и нравится. Когда в сумке лежит, даже когда я знаю, что он там лежит, я его сразу найти не могу. Насчет теста на древесине, я думаю, постоянные мои зрители меня пожалеют, потому что это нереально, что-либо делать им по дереву. Он врезается моментально. Вот таким хватом нож держать при серьезной работе тоже нереально, моментально большому пальцу больно. То есть, интересно, взять его так вот в молоток, вот тогда он что-то режет. Ножчик режет правда хорошо. Ну, вот эта рукоять сводит на нет все остальное. Но опять-таки, повторимся, она сводит на нет при работе по дереву. А таким ножом, ну, совсем не обязательно работать по дереву. Ну, чуть погрызли. Ну, режет, режет. Хорошо режет. Понятно, что это не нож выживания, в таком, да, в прямом смысле этого слова. Ну-ка. Бреет. Это не нож выживания, которым можно валить деревья, что-то еще делать. Это такой вот маленький ножичек, который лежит у тебя в сумочке, который можно даже не доставать, чтобы пошинковать колбаску, но который, в случае чего, у тебя с собой лежит. Вот многие смеются на моем увлечении, моем видео, когда я показываю какие-то такие интересные, прикольные гаджеты для выживания. Всегда говорят, ай, Андрей, там эта фигня какая-то, любой самый дешевый топор даст ей фору. Ну, наверное, даст. Ну, так же, как и с таким ножом. То есть, любой, более-менее нормальный нож, даже китайский, даст ему фору. Но, как-то, ой, завтра пойду в лес займусь выживанием. Ну, это фигня. Завтра я пойду в лес и займусь таким экстремальным туризмом. Выживание, это всегда что-то такое, что наступает неожиданно, как ты не ожидаешь. И это совершенно не обязательно быть экстремалом. Поверьте мне, сколько езжу так в командировке на наших машинах, в машинах моей конторы, кроме того, за что штрафуют, то есть аптечки огнетушители, больше нет ничего. Ни молоточка, ни отверточки, не говоря уже там, не знаю, про монтировку или топор. Поэтому, я с ней там застрял. А застревать машины имеют предпочтение в местах, где не берется этого связи. Вот тогда вот уже наступает выживание. Ну, или кучки других примеров, где вот такой вот маленький ножичек может пригодиться по принципу, что лучше с ним, чем без него. так что вот обложил, похвалил. Из минусов еще раз скажу, вот это вот место, оно просто триндец. Будем надеяться, что это просто мне попался такой непродуманный экземпляр, а у других закрывается хорошо. Но пока сам руки чуть не приложил, нож просто вылетал безбожно. Во-вторых, ну, когда-то тут дебилый пластик, конечно, можно было где-нибудь здесь сделать, как сделали бы китайцы, какой-нибудь свисток. Тогда у меня был свисток с ножом. Не нож со свистком, а свисток с ножом. А так, всего один функционал, всего одна точка крепления к чему-либо. То есть, либо так, либо никак. Вот эти вот отверстия, конечно, понимаю, что они маленькие, стильненькие, но они абсолютно ни о чем. То есть, я, конечно, если не надо будет, я найду какой-нибудь кожаный шнурок, но я могу кабар и паракорд, паракорд и кабар. Мне кажется, это должно быть по духу что-то одинаковое. Ну, а если вы не собираетесь делать из него мега-тактик, использовать его для экстренного потрошения свиней или врагов, а просто хотите где-нибудь там вон в нем кармашки, в сумочке, в сумке, в рюкзачке, в барсетке, иметь маленький острый ножичек, вдобавок еще от солидной фирмы за совсем такие вменяемые деньги, то обратите внимание на этого кабарчика. Думаю, вам понравится. Всем спасибо за внимание. До свидания.